Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП Вся дополнительная информация в описании Это, наверное, моя первая какая-то такая, знаете ли, осознанная рефлексия Когда я понимаю, что я вот просто вот сейчас включил запись И я понимаю, что я сейчас просто буду рефлексировать, да То есть думать о том вообще, что я делаю, как-то себя, возможно, осуждать Немного за это рассказывать вообще людям о том, кем я являюсь, кто я такой И вот многое другое Вообще, давайте немного расскажу о своих планах Изначально я думал, что сделаю вот такую подобную рефлексию на 31 декабря на Новый год Да, то есть для того, чтобы люди как-то более подробно со мной ознакомились Как-то более подробно все это поняли и так далее Потому что есть много новых людей, которые пришли на мой канал Которые не знают, кто я такой, кем я вообще являюсь, чем я прославился Почему у всех практически ютуберов GTA Sampo я в черном списке А тех, у кого я не в черном списке То они просто меня всячески игнорят Когда я, допустим, захожу к ним в чат Или, допустим, какие-нибудь отдельные люди вообще там, я не знаю Уходят с каких-то стримов Или перестают писать в чат, когда я где-то появляюсь Привет, Данилу Гирей Как бы и прочим людям, которые подобным образом поступают Просто для того, чтобы как-то проигнорировать Просто для того, чтобы сделать нечто подобное Вот, и вот так Потом я подумал, что 31 декабря выйдет новогодний обзор Но потом я подумал, что было много новогодних обзоров Был новогодний обзор на Викторию Большевичку Был новогодний обзор на Максима Кутрявцева И все, что их связывало с Новым Годом Это то, что они выпущены 31 декабря Никакого новогоднего посыла, новогоднего смысла Новогодней вот этой вот радости не было Я просто нес негатив людям под Новый Год Иногда, конечно, с примесями какого-то юмора С примесями какой-то, я не знаю, смешинки, чего-то прочего Возможно, вполне возможно, я не знаю Вот, и все, как бы, да И сейчас я выпускаю, соответственно, эту рефлексию Не 31 декабря, а вот сейчас Почему я все это делаю? Потому что на 31 декабря я хочу поотвечать на ваши вопросы Под данным видеороликом Под постами ВКонтакте Вы можете задавать мне вопросы, на которые будет дан ответ 31 декабря, можете в личке ВКонтакте писать эти вопросы Если хотите, чтобы они были, как бы, анонимными для других людей Но не были анонимными для меня В Инстаграме также в историях выйдет такая история Инстасторис, я не знаю, постик, что-то нечто подобное Где также вы сможете задать вопросы в Телеграме Вот то же самое в Твиттере, возможно, где под постом Вы также сможете все это делать Все это выйдет, и там вы сможете задать мне абсолютно любой вопрос То есть можете не стрематься в выражениях Не стрематься в чем-то прочем Как бы любые вопросы, провокационные Какие-нибудь там, не знаю, мудацкие вопросы Все прочее, на все это я, уж поверьте мне Отвечу, если на какой-то вопрос не отвечу Как бы, ну извинюсь, наверное, да Если что-то там не досмотрю, что-то там не проверю И не смогу ответить на вопрос, на во что извините Либо вы написали, как бы, вопрос, который уже мелькал где-то ранее Либо просто, как бы, ну я не заметил его Да, я тоже человек, я могу что-то не замечать Тем не менее, тем не менее Ролик сделан при поддержке Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм DanteConnor По которому вы сможете получить 300 тысяч вертов При достижении вам пятого игрового уровня Вы сможете все это получить в описании под данным видеороликом Зайдя на этот самый проект В общем-то, мы немного отвлеклись Давайте пройдемте немного дальше В общем-то, я даже не знаю, о чем тут можно говорить У меня настолько много мыслей, у меня настолько много всего Что я не знаю Я, в общем-то, не знаю Давайте начнем вообще по порядку Для чего был создан этот канал В начальном видеоролике, который так и называется Начало Я уже рассказывал о том, для чего был создан данный канал Сейчас кратко по всем этим пунктам пробегусь Просто там на все это было выделено 40 минут Тут на это будет выделено несколько секунд буквально Данный канал был создан для того, чтобы доказать лично самому себе Доказать другим людям, возможно, которые не верили Что вполне возможно выпускать ролики на интересные плюс-минус темы На новостные темы, на какие-то прочие темы Каждый день в 20.00 и при этом чувствовать себя, ну, как бы, хорошо И чтобы все было у тебя идеально И чтобы все у тебя было, как бы, ну, вообще в пределах, в рамках разумного И все было нормально И так и есть Сейчас, на данный момент, я единственный сампер, выпускающий ролики каждый день В одно и то же время Я уже могу этим гордиться, потому что ни один сампер ничем подобным похвастаться не может При этом я это делаю за абсолютно какие-то копейки До этого я это делал вообще абсолютно бесплатно Не получая за это какую-то отдачу Какой-то, не, отдачу я получал от вас, безусловно Не получая за это деньги Возможно, только какие-то копейки с монетизацией буквально То есть, если мало ли кто-то не знает с монетизацией Я зарабатываю около, там, я не знаю 90, либо где-то 150 рублей За свои вот эти вот ролики И, в общем-то, ну, вы сами понимаете Что такую сумму ее даже вывести с Аценса нельзя Потому что там минимальный вывод от 100 долларов Это по курсу где-то 6 тысяч Практически уже, наверное, 7 тысяч рублей Вот, и, разумеется, все это вывести нельзя Так вот, давайте немного перейдем к моему поведению Насчет всего этого Люди, которые знают меня в реальной жизни Знают, что то, как я себя веду Вел, вернее, в своих каких-то первых видеороликах на этом канале Люди прекрасно знают, что в жизни Я себя так не веду ни в коем случае Да, разумеется, в жизни я могу нести какую-то хуйню Когда я нахожусь в компании друзей И что-то прочее делать Но я не являюсь таким уж прям агрессивным человеком Для чего все это делается? Давайте я раскрою сразу все карты Для чего все это делалось Для чего все это было? Все дело в том, что Когда я только начинал какую-то критическую деятельность на Ютубе Когда только выходили самые первые Самп-обзоры и все прочее Я всегда старался быть максимально каким-то толерантным Всегда старался быть каким-то Даже не знаю Наверное, каким-то аккуратным, что ли Всегда подбирал выражения Никогда не было каких-то оскорблений Прямо, скажем, прямых Их и сейчас нет Ни оскорблений, ни угроз от меня нет Если нечто подобное есть, разумеется Обращайтесь в суд Отсудите 500 рублей за оскорбления в интернете Будете счастливы, рады Потратили на юриста там от 10 тысяч рублей Получили, ну, 500 от меня Охуительно, классно, круто Вот И я никогда не прислезал цели кого-либо оскорбить Кого-то закибербуллить Кого-то там, я не знаю, затоксичить и так далее С чего все началось? Все, наверное, знают, что Если вы смотрели обзор на Ярослава Брулева Все, наверное, знают то, как он отреагировал на мой вполне нормальный Вполне, такой, знаете ли, спокойный видеоролик Вот как сейчас я с вами разговариваю Вот вполне такой же видеоролик там был И человек отреагировал абсолютно точно ужасно То есть, крики, оры, маты И ладно бы, то есть, ну, дебил конченый был, да То есть, просто вот так вот говорит Вот такое вот все То есть, за свои поступки отвечает сам Абсолютно похуй на этого идиота Конченого его за это уже, как бы, самого там, блядь В жопу выебали под каждым постом С страйками, допустим, ютуберам и всем прочим Говорят, что бы там Брулева застрайкали Потому что он не нравится абсолютно никому Это абсолютно мерзкий, абсолютно мерзотный человек Это оценочное осуждение абсолютно любого человека Который в первый раз посмотрит на Брулева Во второй раз посмотрит на Брулева Посмотрит на его биографию Видосов каких-то стримов его, да Где он там телку свою, допустим, раздевает, да Где он там, допустим, потом плачет Абсолютно конченное дитя Абсолютно конченый человек Могу вот именно так его как-то охарактеризовать Но, как бы, о мертвецах либо хорошо, либо правду Потому что Брулев это мертвец Вообще все, на кого я делаю обзоры Я позже считаю мертвецами Потому что, ну, они более Ни на что не способны То есть, если на вас был сделан обзор То знайте, что вы сделали какую-то конченую хуйню И после обзора вы становитесь мертвым человеком Вот, и все такое И я увидел то, как Брулев на стриме Умело оскорбляет людей Которых он видит в первый раз У которых он даже никнеймы Не знает в точности Видит людей в первый раз Оскорбляет их всячески Там, про родителей Задевает, при том, что у меня тогда Сценки про родителей были максимум Это были сценки, да Юмористические То есть, не прямо вот, когда человек сидит на стриме И вот со своей колокольни говорит Я ебал твою мать, я ебал твою мать Я подумал И ладно, то есть, ладно Мне было бы похуй Один такой человек сидит, похуй Но в чате, как бы, вы знаете Ютуберы с ключиками Вот с этими вот загалочками Как бы со значками модератора Со всем прочим Смеются над этим Как-то подстрекают его К еще большим оскорблениям Всякую хуйню делают И я понял, что абсолютно каждый ютубер такой То есть, все, кто был тогда На трансляции Брулева В чате и во всех прочих вещах То есть, ну, проявили себя Не с лучшей стороны Я тогда подумал Я уже тогда задумался о том Мол, блядь, а почему если люди позволяют себе такое В отношении меня Того, что я в отношении их Не позволял себе никогда Никогда не позволял В обычных роликах В сампобзорах, не спорю, было Это были художественные зарисовки Это, блядь, пародия Это Comedy Club Я не знаю, КВН Называйте как хотите Это юмор называется Но когда человек сидит Оскорбляет, как бы, других людей Оскорбляет, там, матерей, родственников Извините меня Я, когда его подстрекают к этому Когда сидят ютуберы Смеются, ржут над всем этим Как бы, извините меня Я буду точно так же Относиться к людям Как относятся ко мне Я нормально С этими самыми ютуберами Ну, то есть, нормально Несмотря на то, что выходили ролики Какие-то, несмотря на все это Я никогда не опускался До такого уровня До которого опустился этот человек Я подумал Блядь, вот Вот эти вот самые ютуберы Когда смотрят какие-то ролики Когда делают все прочее Когда не могут до чего-то докопаться Конкретного Нету никаких оскорблений Человек вполне нормально Спокойно Высказывает свои мысли Все прочее И просто Начинают говорить Мол, ты хайпишь, блядь Ты все это делаешь Для того, чтобы просмотры Себе поднять И все такое Я подумал Я же могу легко Вот этими вот Дебилами Сманипулировать Я же знаю То, как это работает И я не ошибся Да, разумеется Когда я начал их оскорблять То есть, отплачивать им Той же монетой Которой они отплатили мне Они начали сразу Они сразу заплакали Они сразу заплакали Да, разумеется А когда Брулёв оскорбляет Там на свою Тысячную аудиторию Там тысячи человек Смотрят Ютуберы все Когда Брулёв оскорбляет И ему никто за это Ничего не говорит Да Это нормально Над этим ютубер посмеется Ха-ха-ха Хе-хе-хе Как же классно Да, Брулёв все правильно говорит Когда начинается По отношению к ним Это они говорят Типа Ебать, не, ну у тебя ролики Несостоятельные Ты ебать Объективную критику Сделай Потом, говорю У тебя одни оскорбления Тупые Они читаемы Как ебаная книга Их просто вот Вектор их мышления Куда-то вот В другую сторону Направить на изи То есть, если раньше я хайпил Сейчас я просто оскорбляю Манипулировать этими людьми Легче легкого Ой И после того Как все это становится понятно После того Как вот все эти люди Раскрываются Которые просто ищут Какой-то повод Для того, чтобы Как-то оправдаться Они не могут оправдаться Потому что вся информация Взята из открытых источников Потому что вся информация У них даже на каналах Хранится у некоторых Да, некоторые даже Ее не удаляют Некоторые ее у себя На каналах хранят И когда вся эта информация Сплывает в каких-то видеороликах Они такие Блядь, ты хайпишь Либо они такие Блядь, ты нас всех оскорбляешь Да ну нахуй А почему это так? Почему это? Вы мои первые обзоры Пересмотрите Ну, пересмотрите их Да, там есть оскорбления Прямые Там что-то подобное есть? Нет? Такого нет? И вплоть до вот этого вот стрима Брулева На котором он отсматривал Мой видеоролик По поводу Луняши Такого не было Такого не было Опять же повторюсь Было Нечто подобное В художественных зарисовках Это на той Художественной зарисовке Что там Позволительно Ну, абсолютно все Кроме Какого-то явного Нарушения законодательства Ну, как бы Оно и понятно Вот И Значит То есть это поведение Я могу Состроить себе Абсолютно любое поведение Я могу абсолютно спокойно манипулировать Я могу в своих обзорах Абсолютно Спокойно Как бы даже Не обзывать их Мне похуй Как бы Оскорбление Это дело такое Но я хочу это делать Да, чтобы у людей Вот у этих вот Которые отсматривают Потом обзоры Чтобы у них была Возможность Как-то оправдаться Да, как-то посмеяться Над всем этим Сказать Ой, бля Ну, это ж смешно Ну, вы чё, бля Этот человек меня оскорбляет И хочет, чтобы еще какая-то Правда была Чтобы еще что-то было Ну, это ж смешно, ребят Ну, вы чё Вот И мы плавно подошли к тому Что Обзор Да, обзор Многие понимают Что многие Когда вступают со мной В какие-то дискуссии В какие-то споры И так далее Говорят, мол Ты никому не нужен У тебя мало просмотров Ты косишь под косады И так далее Ну, вот Самое, разумеется Любимое Это вот Ты косишь под косады Наверное, это нужно было Ответить В вопросах на ответы Ответах на вопросы Вот, и так далее Но, разумеется Такой вопрос Вы также можете задать Там, почему ты косишь под косады Вот тут я просто Порефлексирую на всю эту тему Ну, во-первых Начнем с того, что Обзоры Как бы все прочее Оно появилось Раньше, чем Ангел Касада Начал критиковать ютуберов До этого у него, разумеется Тоже были Ролики Где он админов критиковал Все прочее Но именно критика ютуберов Впервые появилась у меня То есть ни у кого больше Из-за самп ютуберов Которых вы сейчас знаете Как каких-то конфликт У Прайан Фьюри Там все прочее У них ничего подобного Никогда не было Я стал одним из первых людей Который все это делает Если ранее Когда выходили Первые обзоры Когда что-то такое прочее Было Была какая-то надежда На то, что все может Измениться Да, в этом самом Самп ютубе Все может стать Как-то лучше Что у меня есть Какая-то гражданская позиция Что у меня есть аудитория Людей, которые Все это слушают Которые все это понимают И которые К всему этому прислушиваются Так или иначе У меня есть вот такая Вот аудитория людей И с помощью нее Постоянно расширяюсь Постоянно можно будет призвать людей к уму разуму, да, чтобы ничего подобного не делали, чтобы обмана не было, все прочее, тут я понял, что виноваты не люди, виновата, скорее всего, система, в которой мы находимся, которая вынуждает людей делать так, обманывать, потворствовать мнению малолетних идиотов, малолетних дебилов, вот опять же спрашивают, да, почему тебя не смотрят, потому что я не потворствую мнению малолетних дебилов, а малолетних дебилов в САМПе, это вся аудитория, как бы, есть какая-то определенная аудитория, да, людей, там, я не знаю, вот у Ангела Касада яркий пример, это где-то, наверное, я не знаю, тысяч 20, да, человек, там, 21700 у него сейчас подписчиков, и цифра с каждым месяцем, с каждым, ну, она все меньше и меньше, потому что людей каких-то умных, которые взрослеют и берутся как-то за мозг, которые остаются в САМПе, их меньше, их все меньше и меньше, они появляются, да, они что-то там делают, что-то там все прочее делают, но чаще всего, разумеется, они прислушиваются к Ангелу Касада, почему? Потому что он ничего подобного себе не позволяет, манипуляции какие-то над всеми этими приматами, он себе ничего подобного не позволяет, да, то есть это я сижу ровным над этими самыми приматами, постоянно их как-то провоцирую, постоянно перемещая их вектор внимания на какую-то определенную вот эту вот вещь в моем поведении и так далее, я могу-то себя вести абсолютно адекватно, я могу обзоры так составлять, что там ни один, блядь, юрист не прикопается с точки зрения законодательства того, что, возможно, я мог что-то нарушить, да, что-то про другое лицо не то сказать и так далее, разумеется, да, то есть и сейчас там ничего подобного нету, но просто вот можно сам по обзору вообще делать максимально без оскорблений, оскорблений там, в общем-то, максимально без какого-то перехода на личности, максимально без какого-либо мата, да, то есть максимально можно писать себе обзоры, в которых мата будут либо жестко цензурироваться, либо еще делать что-то подобное, я не хочу этого всего делать, я не хочу, то есть я считаю, что то, что я сказал, а вот все, это мной сказано, все, то есть я, вы знаете, что я никогда ничего из интернета не удаляю, то, что мной сказано, все, пусть оно остается в интернете, даже если это сейчас кажется мне глупым, все, я это сказал, это остается в интернете навсегда, все, то есть ничего более такого нету, Разумеется, когда за фразой и за все прочее начинают травить, когда этими фразами пользуются против тебя, абсолютно не понимая смысл твоих вот этих вот фраз, разумеется, что все это, ну, не особо хорошо и не особо нормально. То есть манипулировать сам ютуберами абсолютно легко. Они за любой повод подтянутся, как бы, лишь бы какой-то изъян в тебе найти, лишь бы там что-то сказать. Он для хайпа, или он чисто там оскорбление делает, или как его вообще можно, я не знаю, вот так пощечину себе дают, что и как его можно серьезно воспринимать и все такое. То есть, ну, это защитная реакция у людей срабатывает, как бы, я не виню их за это. Так вот, о чем я вообще говорил? О смысле обзоров. То есть, если изначально была какая-то цель что-то поменять, то сейчас, как таковой цели такой нет. Когда я думал, что, возможно, дело во мне, дело в том, что обзоры не набирают должного внимания, опять же, из-за меня, из-за того, что я делаю, из-за того, что я не могу переступить через себя и делать максимально корректный контент, максимально контент для детей, чтобы дети ютуберов могли к этому всему прислушиваться, мне это неинтересно. Мне абсолютно неинтересна детская аудитория, мне интересны исключительно взрослые люди, которые могут в той или иной степени воспринимать чужое мнение. Как бы, мне интересны только такие люди. Дети мне никогда не интересны. То есть, дети, они сегодня есть, а завтра приходит какой-нибудь смазливый мальчик с каким-нибудь таким голосом писклявеньким, и всё, и у тебя уже этого самого ребёнка нет, и тебе нужно работать над какой-то новой аудиторией детей, и это неинтересно лично для меня. Лично вот для меня ничего подобного не представляет вообще никакой интерес. Вот. И когда я увидел, что Ангел Касада сделал обзор на Влада Гантелю, который там 100 тысяч просмотров набрал, и когда я увидел, что даже такого отпетого уебана, мягко говоря, как Влад Гантеля, не захуесосили его, как бы, ничего подобного не сделал, при том, что на лицо угрозы, как бы, обман, мошенничество, всё, что угодно, всё, что угодно, прям, там, можно нарыть, как бы, неадекватное поведение людей, там, я не знаю, детей на ЦП разводят, ЦП распространяют на своих стримах, как бы, да. Всё подойдёт, даже этого человека не загнобили, понимаете? То есть, насколько институт репутации вообще отсутствует в данном случае. Абсолютно похуй всем. Абсолютно похуй всем на то, чё было, на то вообще, чё происходит. Ты можешь, блядь, хоть, нахуй, прилюдно на камеру человека где-нибудь выцепить, да, который тебе не нравится, ютубер, ГТА Самповский, обоссать его, там, я не знаю, избить, на колени поставить его, там, извиняться за всю ту хуйню, которую он делает, за то, что людей на бабки кидают, за то, что всё прочее делает, блядь, чтобы прилюдно извинился, прилюдно себя хуесосом назвал, и в интернет всё это выложить, как бы, да. Посмотреть его не перестану, будьте уверены. Смотреть его не перестанут, а на, допустим, какие-то упрёки, на напоминание того, что всё это было. Люди скажут, ну это же было давно, да, сейчас-то он не такой, сейчас-то он уже получше стал, разумеется. И, ну, забавно. Это, как минимум, забавно. Потому что, ну, похуй, то есть, может произойти всё, что угодно, сам пью, то ни одного ютубера, в принципе, невозможно убить никаким видеороликом. То есть, подписываются, поотписываются, человек извинится, перестанут. Всё, то есть, всё. Либо ютубер сам должен максимально накосячить, и потом не извиняться, да, чтобы там отписки были. И то, как бы, это не подтверждено. Возможно, что какое-то время отписки бы были, а потом бы их не было, и всё бы на этом закончилось, и потом бы опять подписки пошли. Вот. И это, мягко говоря, неинтересно. Поэтому сам по обзору сейчас делаются с целью, наверное, больше посмеяться над тем, насколько люди, которые участвуют в обзорах, тупые, глупые, просто несведущие в том, что они, блядь, сами делают, просто дети кончены. Я жду, не дождусь того момента, когда я выпущу тысячу роликов, взгляну вот на свой канал, и пойму, что, ну, моя миссия в данном случае выполнена. Я сделал всё, что мог. Сам пьютуб не изменился, сам пьютуб не изменился, не изменился на обзорах, там, просмотров, блядь, по тысяче, по две, там, пять тысяч, возможно, на каком-то будет крайне редко. И всё, то есть, всё, нихуя не изменится от данного случая. Тот же Олег Тиняков, да, какой только хуйни не натворил с нимагией. Всё, как бы, банковскими услугами до сих пор пользуются Олега Тинякова. Там не гнобят, ничего, никакой буллинг на него не устраивают. Всем абсолютно похуй, да, все банковскими услугами пользуются. То, что там было, как бы, то, что там людей чуть ли нахуй, там, я не знаю, в тюрьму не посадили за ролик, за какой-то там. Это на всё похуй уже людям. Всё, то есть, люди уже пользуются банковскими услугами, люди уже, блядь, разделяют такие понятия, как Олег Тиньков и Тиньков Банк. Ну, это так, чисто такое, знаете ли, отступление, такое маленькое. Вот, и, ну, всё. Чё тут ещё можно сказать? На часах практически 6 часов вечера. Не знаю, когда выпущу данный ролик. Ну, скорее всего, поздновато. Вот так вот вам на ночь выпущу какую-то рефлексию. По данным роликам вы можете задавать свои вопросы. Абсолютно все, абсолютно любые. Абсолютно на всё отвечу. Если кто-то из сам ютуберов смотрит, также может задавать, разумеется, отвечу. Без разницы в том, в каких мы отношениях с вами находимся, мне похуй. Вопрос может задать любой желающий. И на вопрос я отвечу. Касающийся конкретно сам ютуба, касающийся какой-то личной информации, вопроса и так далее. А не задавайте. Ответа не будет. Будьте проигнорированы. На канале пока что никто не банится. Вот я уже думаю над тем, чтобы после 500-го ролика на канале начать всех банить. Но пока что это только в разработке. Это в моих мыслях, в моих влажных мечтах и ни в чём более. Ну, в общем-то, на этом, наверное, вся рефлексия. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok